Всем-всем добрый день! Меня зовут Пименов Даниил. Я живу в городе Ставрополь, граде Креста, который долгое время был главными воротами на Кавказ. Через него пролегали пути военных и дипломатов, чиновников и ученых, путешественников и писателей. Известный древнегреческий ученый и философ Пифагор поведал нам о том, что мир построен на силе чисел. Число 7 всегда считалось магическим и священным, поэтому сыграло мистическую роль в жизни Ставрополя. Ведь в его дате рождения не одна, а сразу три семерки, стоящие за единицей. 22 октября 1777 года в седьмом часу утра в Зените над еще не существующим городом находилось созвездие Большой Медведицы, которые составляют семь звезд. В то же самое время из-за горизонта восходил Фатурн, который ему соответствует числу 7. Луна стояла высоко над горизонтом, был 21 лунный день, три раза по 7 лунных дней. Прямо над зараждающимся Ставрополем практически в одну линию высрылись семь небесных светил. Указ гласил создать форпост России и крепость номер 8 заложить, так город Креста, построенный из камня на юге Родине, стал верою служить. Однако крепость под номером 7 не была построена, поэтому Ставропольская крепость номер 8 по сути стала седьмой. С самого основания города эта цифра стала талисманом Ставрополя. Особенно это заметно в архитектуре, в датах закладки и завершения построек, общественных зданий, в строительстве многих Ставропольских храмов, а также в годах важных событий в жизни города. Даже лесов на территории Ставрополя 7. Можно приводить много примеров, но я хочу рассказать вам об одном самом главном месте города. За моей спиной крепостная гора. Отсюда начинался будущий город. В настоящее время это историко-мемориальный заповедный комплекс Ставрополя, на котором находятся семь памятников, фрагмент крепостной стены, солдатская палатка основателем крепости, буденовец, погибшим во время гражданской войны, именной символ Ставрополя Крест, генералисимосу Суворову, генералу Апанасенко и мемориал Вечный Огонь с мемориальным панно, состоящим из 4000 фотографий погибших ставропольчан. А также здесь располагаются семь историко-культурных и природных объектов Ставрополя. Единственный террасный Барятинский парк с каскадной лестницей, заложенный в 1865 году, здание первой в городе электростанции, пожарная часть середины 19 века, здание музыкальной школы, бывшая интендантская депо крепости, здание художественного училища, бывшая городская дума, храмовый ансамбль кафедрального собора Казанской Божьей Матери, возвышающийся на 777 метров над уровнем моря, с четырехъярусной колокольной высотой 78 метров, а также музей поста номер один. Города крупнее есть и конечно старше, может быть красивее или зеленее, только я свой Ставрополь полюбил прекрасный, где родился вырос, сердцу он милее. Города я знаю для других роднее, что лежат на карте северней, южней. Пред тобою город мой я благоговею, этой малой родиной я горжусь своей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова